Всем привет! Сегодня полезные советы и приспособления. Поехали! Занимаясь отделкой дома и делая цоколь своими руками, я сначала подготавливал обрешетку из бруска. Но прежде чем его монтировать, надо сначала обработать антисептиком. И чтобы не красить кистью долго и нудно по одному брусочку, сделаем классную приспособу. Беру в руки 110 канализационную трубу. С одной стороны ставлю заглушку. Затем прикручиваю к верстаку пластиковый зажим. И устанавливаю трубу. Наливаю антисептик и начинаю окунание бруска. Таким образом, друзья, буквально за пару минут я обработал больше 40 брусков. Берите такую хитрость на вооружение и, надеюсь, такой лайфхак выручит вас в похожей ситуации. Ну а сейчас, друзья, вы можете выручить меня. В этом году компания Всеинструменты.ру совместно с партнерами мировых брендов, такие как Makita, Bosch, Enforce, Neotools и другие, организовали премию «Лучший блогер DIY» 2021 года. И мой YouTube-канал «Домашний мастер» номинирован в этой премии в разделе «Самоделки». Поэтому, друзья, уделите буквально 20 секунд времени. Пройдите по ссылке в описании и проголосуйте за мой канал. Поддержите. Заранее хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы смотрите меня, поддерживаете, пишите комменты, ставите лайки. Мне очень приятно, что есть обратная связь. Ну а мы поехали дальше. Работая с краской и покрывая деталь, закончив работу или сделав паузу, ищешь место, куда бросить кисть. Самое простое – это крышка банки. Но таким образом кисть наполовину заляпается в краске. Да, еще можно подхватить разного мусора. Если работа многозадачна, то по-быстрому можно закрепить пару пластиковых стяжек. Тем самым сделать простые ножки. И теперь, укладывая кисть в сторонку, она будет на весу и не будет соприкасаться с поверхностью. Таким образом не попадет лишний мусор и не заляпается стол. Работая с краской, можно заляпать пальцы, руки. И чтобы удалить краску, есть пару решений. Это бензин или растворитель. Но от них будет много вони, да и сами руки будут сильно сушить. Поэтому попробуйте обычное подсолнечное масло. Если краска свежая, то оно отлично справляется. Капаем пару капель на руки и растираем. И убираем либо салфеткой или сухой тряпкой. Совет рабочий. Берите на вооружение, да и руки пахнут намного приятнее. Да и в мастерской нету вони от этих растворителей. В домашнем хозяйстве бывает такое. Меняешь лампочку, а цоколь остался внутри патрона. Самый быстрый и удобный способ выкручивания. Это использовать обычную пластиковую бутылку. Хорошенько нагреваем горлышко бутылки. А затем плотно прижимаем к цоколю. Хорошо разогретый пластик плотно приклеивается. И можно спокойно выкрутить обломок. Надеюсь эти советы были для вас полезны. Поставьте лайк и напишите комментарий. Как вам такие идеи? Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем хорошего настроения. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok